Инициатива жителей плюс поддержка государства и как следствие решенные проблемы. Схема, которая работает в Канашском районе. А где водушка? Постельных комплектов здесь пока нет. Так же, как и стульев и столов на 20 детей, которых приведут сюда родители 1 сентября. Но большая часть уже сделана. Два класса Сугайкосинской общеобразовательной школы переоборудовали в группу для дошкольников. Все как положено. Капитальный ремонт, санузел, гардеробная, пластиковые окна. Инициативу проявили родители, которым приходилось возить детей в Канашский садик. Из-за нехватки мест в единственной в деревне дошкольной группе. Смета была на 1 миллион 100 тысяч. Из них сразу надо сказать, что это по программе инициативного бюджетирования. Это означает, что часть денег мы собрали с населения деревни. Больше 100 тысяч рублей на сегодняшний день. Продолжают еще сдавать. А остальное это районные и республиканские бюджеты. Остались вопросы с оснащением, мебелью, инвентарем. Пока не выделена ставка для нянечки. Решается вопрос по графику работы дошкольной группы. Проблема в чем? Автобус приезжает где-то в 17.30 только в деревню. Например, родитель вышел с работы в городе в 5 часов, он здесь только в 17.30. А ребенка кто заберет до этого момента? Поэтому это надо продумывать. И, скорее всего, мы будем согласовывать вместе с родителями. И выберем наиболее удобный график работы. Дети тестируют новое асфальтовое покрытие в среднекибеческом сельском поселении. Ремонт дворов произвели возле двух домов в деревне Челкумаги. Раньше дети всегда старались туда. Или на школьную территорию хотели, или на основную дорогу выходили. Но за ними бегали, смотрели. А сейчас уже дети сами по себе гуляют. Мы все деревья убрали, которые не нужны. Теперь мы будем обустраиваться, будем сажать цветы. Многолетние обычно все равно. У кого что есть, уже знаем, что куда посадить. Мы уже готовы сажать. Шахазан – единственный районный центр республики без собственного Дома культуры. Жители давно просили обустроить место для отдыха и досуга. На помощь пришла федеральная программа устойчивого развития сельских поселений. ИДК начали строить с нуля весной этого года. За этот период мы положили водопровод канализации. Сделали благоустройство чуть-чуть, убрали чернозем. Положили фундамент. Фундамент полностью, подкладка готов. Сейчас готовим основание под пожарный резервуар. Просмотрели мои проекты и типовые, на федеральном уровне. На самом деле, такого масштабного строительства на селе, именно в сельской местности, на 300 посадочных мест клуба пока в России нет. Цена вопроса более 50 миллионов рублей. Пока подрядчики идут с опережением графика. Открыть культурный центр планируют к осени 2019 года. А жители уже сейчас размышляют над сценариями праздников, которые будут проводить в новом здании. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.